Дорогие братья и сестры, я также вас всех сердечно поздравляю с наступившим 2013 годом. Пусть Господь благословит вас, пусть ведет нашу Церковь в этих непростых условиях последнего времени. Я почему так говорю? Я вчера прочитал выдержки из выступления пастора Баптистской Церкви, огромной Баптистской Церкви, там несколько тысяч людей из города Далласа. И этот пастор говорит, что с избранием президента Обамы в Америке наступает время Антихриста. Так что вот они там убеждены, что вот-вот земная наша история скоро выйдет на новый уровень, на период Великой Скорби. И слава Богу, что мы имеем твердое обещание Христа пребывать с нами, не оставлять нас. С этой надеждой мы вступаем с вами в новый 2013 год. Знаете, когда я думал о том, ну, первый день Нового года, это всегда молитвенный день, и когда я думал о том, что я должен прочитать Божьему народу, у меня на сердце вот этот стих из 89-го псалма, стих 12-й, как-то всплыл, и я хотел бы на него говорить сегодня, хотя знаю, что буквально в середине прошлого месяца Александр Нестеров проповедовал на 89-й псалом, но он говорил о Божьем Величестве, я буду говорить немножко о другом. Итак, 12-й стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Вы видите, эти слова о мудром сердце являются, ну, сердцевиной этого псалма. И вот почему. Всегда, когда Библия говорит о человеческом сердце, она говорит очень важные вещи. Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Это значит, что состояние сердца определяет и наши поступки, и наши слова, и наши мысли. Каково сердце человека, таков он есть. Сердце управляет жизнью человека. И мудрое сердце – это сердце, которое принимает правильное решение, основанное на Божьей истине. И, наоборот, глупое сердце руководствуется исключительно своими соображениями. Соображениями выгоды или соображениями того, что этому сердцу кажется правильно. Но вы знаете, разница, финальная разница будет великая между обладателями мудрого и неразумного сердца. Помните, как Господь в притче рассказал, есть две группы людей, есть люди с мудрым сердцем и люди с неразумным сердцем. Так вот, участь мудрых – вечная жизнь, участь неразумных – вечные мучения. И, кстати, в Библии никогда не отделяет разум от сердца. Это в библейском понимании сердце – это вот вся внутренняя духовная жизнь человека, его духовный мир. И вот, что удивительно в этих словах, удивительно то, что о мудрости просит Моисей. Он говорит, научи нас, значит, и себя включает в это число, научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Братья и сестры, ну кому-кому? Моисею ли просить об этом даре? Подумайте, на тот момент, скорее всего, Моисею было уже где-то около 120 лет. И, скорее всего, этот псалом был написан в тот момент, когда Израиль должен был переступить границы обетованной земли, а Моисей – уйти в небо. И обратите внимание, именно в этот момент Моисей просит, Господи, научи нас, и его в том числе, приобрести сердце мудрое. Дорогие друзья, вы знаете, это удивительная вещь, если мы вспомним, кем был Моисей. Он сам по себе был человеком очень мудрым. Когда-то в молодости он окончил египетские университеты. Он обучился всей мудрости египетской. Прибавьте к этому и то, что он был величайшим пророком. Он говорил с Богом лицом к лицу. Поэтому он еще получил образование в Божьем университете, выше которого нет во всей вселенной. Добавьте к этому, что он был еще и Божьим пророком. Это человек, который безошибочно предсказывал будущее. То, которое ему открывает Бог. И вот этот человек, у которого было достаточно много житейской мудрости, достаточно много духовной мудрости, человек, который уже 120 лет всякого видел, он смиренно просит, научи нас счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что если Моисей просил о мудрости, о мудром сердце, тем более это нужда каждого из нас. Вы знаете, сегодня учителя земной мудрости вам преподадут ложные уроки. Вот буквально на днях перед Новым годом я заглянул в магазин, посмотрел там разные книги, вижу книжечку Андрея Дементьева. Он, несомненно, верующий человек, несомненно, много пережил, имеет заслуженные награды, очень талантливый и живет, кстати, в земле, где когда-то обитал наш благословенный Господь Иисус Христос. И вот этот человек учит без всякого смущения, что к Богу можно прийти и через храм, и через мечеть, через синагогу. Как все реки текут в море, так и все религии текут к единому Богу, и в небесах мы все объединимся, и христиане, и мусульмане, и индуисты, все абсолютно будем там. Но подумайте и сравните это теперь с библейским учением, которое говорит о том, что только лишь один путь ведет на небо – это Божий путь, это Иисус Христос. Дорогие друзья, сказать так по человеческой мудрости, что все дороги ведут вечную жизнь – это все равно, что сказать, как бы вы ни считали, дважды два четыре или дважды два семь – все равно вы считаете правильно. Это все равно, что сказать, как бы вы ни читали слева направо, справа налево, вы читаете правильно, вы все равно не ошибаетесь. Я убежден, что в плане житейском люди, знаете, очень щепетильны. Они на рынке не допустят, чтобы продавцы считали как угодно. Они не захотят получить в аптеке какое угодно лекарство. Они обязательно ищут истину, но только здесь они ее не ищут. Я имею в виду духовную область. Дорогие друзья, о чем говорит этот факт, что Моисей просил Бога о мудрости? Этот факт говорит о том, что сколько бы человек не прожил, каким бы богатым знанием и опытом он не обладал, всего этого ему не будет достаточно, потому что жизнь ставит перед ним новые задачи. И нужно находить какие-то новые решения, а эти решения у Бога. Поэтому по-настоящему верующий человек – это вечный студент у Бога. До самой смерти он проходит Божью науку. Я не оговорился, что до самой смерти, когда он лежит на смертном адре, он проходит науку, как ему умирать достойно и с верой. К тому же, история Соломона показывает нам, что вот этот человек, обладавший тоже огромным житейским опытом, мудростью, которой никто не обладал, но, к сожалению, на старости лет стал творить очень глупые поступки. Мы должны постоянно молиться Богу о мудрости. И вот эти слова о мудром сердце, снова повторю, являются ключевыми в этом псалме. Ну, а что же из себя представляет мудрое сердце? И я думаю, весь этот псалом является ответом на этот важный вопрос. Чтобы мы зримо представляли, что же мы выпрашиваем у Бога, когда молимся «научи нас приобрести сердце мудрое». Я четыре момента всего отмечу. Во-первых, мудрое сердце верует в Создателя. Вы знаете, если мир исповедует мнение безумца из 13-го псалма, что Бога нет, так сказал безумец, или некоторые люди говорят, ну, Бог есть, но только Он вот разлит во всем. Все есть Бог. Вы знаете, есть такие верования, которые признают переселение душ. И кто-то так посмеялся над ними, не дергайте кошку за хвост, иначе вы можете оскорбить вашу покойную бабушку. Потому что эти люди верят, что души могут в животных переселяться. Нет, дорогие друзья, посмотрите, в какого Бога верит мудрое сердце. Во-первых, мудрое сердце верит в личного и доброго Бога. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Моисей сравнивает Бога с жилищем, с прибежищем, с неким укрытием, которое может защитить от какой-то непогоды и какой-то опасности. Дорогие друзья, такой наш Бог, Он является защитой для человека. Дверь Его дома всегда открыта. Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, Я успокою вас. И если мы еще вспомним, а мы ниже вспомним, каков был характер Израиля, то вот эта убежденность, ну, кажется, очень и очень великой, дерзновенной убежденности, что для Израиля, таким, каков Он был, Бог является прибежищем. С Богом человек никогда не одинок. А вот без Бога Он одинок и в семье, и в компании друзей. Без Бога человек без защиты. Не только перед бедами этого мира, но и перед демонами. Он беззащитен перед грехом. Так вот, поскольку Бог является нашей защитой, в этом и проявляется Его доброта. Его личное качество. Он не какой-то аморфный такой дух, а Он Бог, Он личность, с которым мы должны иметь взаимоотношения. Потом мы видим, что мудрое сердце верит в вечного и всемогущего Бога. Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог. Вечность Бога ясно выражена в этих словах. От века и до века ты Бог. Это вечность Бога снимает вопрос, а откуда появился Бог? Бог всегда был и всегда будет. Всемогущество Бога снимает вопрос, а может ли мне Бог помочь? Тот, который сотворил вселенную, тот, который решил многочисленные вопросы мироустройства, разве не может помочь тебе в твоих проблемах, которые несравненно проще, чем проблемы управления мирозданием? И отметьте также себе, что мудрое сердце верит не только в доброго, не только в вечного и всемогущего Бога, но и в справедливого Бога. Мы читаем в стихе четвертом, «Ты, возвращаясь человека в тление, говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, ты, как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Посмотрите, Моисей ясно утверждает, что смертью управляет Бог. Только после того, как Бог произнесет «умри», душа покидает живое создание. И мудрое сердце не ропщет на Бога за то, что он изобрел смерть. Мудрое сердце понимает, что это по справедливости душа согрешающая, да умрет. Мудрое сердце знает, что благодаря Иисусу Христу воды смерти несут верующую душу в райское блаженство. И тот, кто без Христа рекой смерти унесется в вечную погибель. Это Божья справедливость, чтобы греху был положен конец, безумием человеческим был положен конец, чтобы смертью человек был предупрежден о том, что он предстанет на суд пред Богом. Итак, мудрое сердце верит в Бога. И в какого Бога мы уже рассмотрели, но это не все. Мудрое сердце понимает серьезность греха. Вы знаете, некоторые люди негодуют на Бога за то, что в мире так много бед. Для атеистов аргумент страдания – это основной аргумент их отвержения истины о Боге. Они говорят, что если бы Бог был, Он никогда не устроил бы мир страданий. Но, дорогие друзья, они не думают вот о какой важной вещи. Любовь Божия настолько велика, настолько горячая, настолько верна, что вот наша бескрайняя вселенная в сравнении с Божьей любовью – это ничтожная точка. Любовь Бога чрезвычайно велика. И если такой Бог гневается и негодует, это означает не то, что у Него маловато терпения, или Он оскудел в своей любви, а это говорит о том, что грех – очень страшное происшествие. И мудрое сердце всегда будет это понимать, что грех ужасно серьезен. Посмотрите, что сказано в 7 стихе и ниже. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наши пред Тобою, и тайны наши пред цветом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем ли та наша, как звук? Дней наших 70 лет, при большей крепости 80 лет. И самые лучшие пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего?» Вы посмотрите, пять раз Моисей упоминает в этих стихах о Божьем гневе или о Божьей ярости. И действительно, гнев Божий горел над Израилем все время его странствования в пустыне. Почему? Ответ один. Не потому, что Бог недобр, не потому, что Его любовь уменьшилась. Послушайте, что сказано Богом книга Второзакония 32, 32 глава, с 5 стиха. Там содержится песнь, которую Моисей написал по вдохновению от Бога, и он велел, чтобы Израиль выучил эту песню изусть. И эта песня очень тяжелое откровение о греховности Израиля. Посмотрите, я только некоторые моменты прочту. «Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый, развращенный. Сие ли вы воздаете Господу народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя, устроил тебя?» 15 стих. «Утучнел Израиль, стал упрям, уточнел, отолстел, разжирел, оставил он Бога, создавшего его, презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал, «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности, ибо они народ, 28 стих, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Ой, если бы они рассудили и подумали о сем, уразумели, что с ними будет». И ужасные слова 32 стиха, «Ибо виноград их от виноградной лозы садомской, из полей гоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов». Посмотрите, какие ужасные грехи перечисляет здесь Бог, строптивость, непокорность, развращенность, глупость, упрямство, бесопоклонство, неблагодарность, неверность, адская мерзостность. И вот Бог поэтому гневался на Израиль. Грех – это дело серьезное, мудрое сердце это понимает. Грех обходится очень дорого человеку. Вы посмотрите, я вот постарался исследовать этот вопрос, каким образом Бог наказывал свой народ. В чем проявлялся Божий гнев на грех? Бог наказывал Божий народ огнем. Три случая в Библии мы найдем, когда Бог наказал священников Надава и Авиуда за то, что они принесли чуждый огонь. Бог наказал 250 князей израильских, эту элиту израильского общества огнем, за то, что они встали на сторону митвежников. Бог наказал огнем народ, когда они роптали на Господа, и тогда Господь воспламенился и стал огнем истреблять край стана. Бог наказывал свой народ болезнями, моровой язвой, проказой, Он наказывал их смертными казнями. Вы знаете, там два случая в Библии найдете, когда Бог повелел побить камнями людей, двух мужчин, одного за то, что он в субботу собирал дрова, и одного за то, что он хулил имя Бога. Бог наказывал свой народ военными поражениями, Бог наказывал людей поглощением землей, это в случае Дафана, Кореи и Аверона, когда земля разверлась и поглотила этих людей с их домашними смертельными укусами ядовитых змей, сорокалетним бесцельным блужданием, лишением права целого поколения войти в землю обетованную. Все это были проявления Божьего гнева, и они доказывали одну истину, которую мудрое сердце принимает. Грех это вещь очень серьезная. И сегодня Бог не оставляет без наказания грех. Я прочитал одну статью, где вот подобраны такие ужасные случаи, когда Бог взыскивал с людей за их превозношение, за их нечестивость. Так, вы знаете, известный певец Джен Леннон на пике своей известности заявил, мы известнее, чем Иисус Христос. Идеи Христа слишком простые, время Христа прошло. И после того, как Он объявил об этом, один сумасшедший, который хотел известности, застрелил его. Политик Бразилии, танкреда Диамейда Невис, во время своей президентской кампании, сказал, что, если я наберу 500 тысяч голосов для своей партии, сам Бог не сможет сместить меня с президентского поста. Он набрал эти голоса и за день до своей инаугурации скоропостижно умер. Один бразильский певец, композитор, поэт, во время шоу в Ридо-Жанейро затянулся с сигаретой и выпустил дым в воздух, провозглашая Бог это тебе. В возрасте 32 лет он вскоре умер от спида. Вы знаете, как инженер, построивший Титаник, гордо сказал о своем изобретении, сам Бог не потопит этот корабль. Корабль погиб. Известная актриса Мерлин Монро ответила Билли Грейму, который по побуждению Святого Духа пришел провозгласить ей Евангелие. Мне не нужен Иисус. Через неделю ее нашли мертв в ее апартаменте. И в 2005 году в городе Кампенас в Бразилии группа пьяных друзей пришла забрать свою подругу из дома и вот хотели усадить ее в машину, а матушка сказала своей дочке, ну, дочка, езжай с Богом, пусть он сохранит тебя. А ее девочка дерзко ответила, в нашей машине уже нет места для него, разве только он залезет и поедет в багажнике. Через несколько часов матери позвонили, случилась страшная авария, машина всмятку абсолютно, все погибли. Единственным местом, которое уцелело, был багажник. И он даже очень легко открылся. В багажнике была кассета и яиц, ни одно из них даже не треснуло. Бог показывает человеку, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Мудрое сердце боится греха, оно знает, как он дорого обходится. Гораздо выгоднее вести святую жизнь. В-третьих, мудрое сердце дорожит временем. Мы уже прочли этот стих, но еще раз обратим на него внимание. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вы знаете, одно из проявлений безумия человека является безалаберное отношение ко времени. Вы, наверное, слышали такие выражения убить время, транжирить время, провести время. И его действительно прожигают и очень многие люди считают только года. Отмечают либо Новый год, либо день своего рождения. А этот текст призывает нас отмечать дни. Здесь не сказано научи нас так счислять года наши. А как здесь сказано дни. Не месяцы даже, дни. Это значит, что каждый день мы должны рассматривать для себя как великую ценность. Каждый день мы должны прожить с пользой. А что значит прожить с пользой, дорогие друзья? Значит ли прожить с пользой день, это значит заработать денег побольше? Значит ли это прожить с пользой, что мы посетим какие-нибудь злачные места, прочитаем хорошие книги, славно поработаем? Вы знаете, провести с пользой день означает, как говорит нам первое послание Петра 4, 10, 11. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, которую дают Бог, дабы, и вот эта польза, дабы во всем прославлялся Бог, через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Дрожить днями или с числя дни означает проживать их для славы Божьей. Поэтому, когда завершается день, задайте себе простой вопрос, был ли этот день прожит для славы Божьей? Каким образом был прославлен Бог? Алексей Иванович, по-моему, мне подсказывает, спасибо, очень верно, когда мы день проживем свято, этим прославляется Бог. Бог, когда мы в прожитом дне окажем кому-то добро, а сказано будем делать добро своим, наипаче своим по вере, то значит мы его прожили для славы Божьей. Спросите себя, благословлят ли меня дети мои, моим вниманием и моим добром, которое я им оказывал? Благословит ли меня мой супруг или моя супруга? Благословят ли меня мои друзья? Или может быть заканчивый день, мы скажем, что этот день был прожит только для себя. Ничего для Господа не было сделано. Наконец, мудрое сердце ищет живых отношений с Богом. Знаете, хуже всего на свете одиночества и еще более хуже, когда человек одинок в духовном смысле, он не имеет связи с Богом. Еще во втором году поэтесса Зинаида Гипус написала стихотворение под названием «Христу». Там есть такие строчки, очень печальные строчки, которые говорят о чувствах человеческого сердца, лишенного общения с Богом. «Мы не жили и умираем среди тьмы. Ты вернешься, но как узнаем тебя мы? Все дрожим и себя стыдимся, тяжел мрак. Мы молчаний твоих боимся, о, дай нам знак. Если нет на земле надежды, то все прах. Дай коснуться твоей одежды, забыть страх. Ты во дни, когда был между нами, сказал сам, не оставлю вас сиротами, приду к вам, нет тебя, душа не готова, не бил час, но мы верим, ты будешь снова среди нас». Видите, какие желания души, и когда Бог в нас, когда Бог с нами, когда мы в живом общении, у нас все встает на свои места, и в дальнейшем буквально каждое выражение говорит о страстном желании Моисея, а он желает, чтобы это было желанием всего народа. Была жажда общения с великим Богом. Посмотрите, Моисей просит, обратись Господи, вы не можете общаться с человеком, который к вам обращен спиной, общения не будет. Общение там, где лицо смотрит в лицо, глаза смотрят в глаза. Вот точно так же и с Богом. Когда мы видим Его лицо, тогда может быть настоящее общение. И псалмопеевец говорит, обратись. То есть он не может вынести отстраненности Бога, он не может вынести, я живу, а Бог молчит. Он со мной не разговаривает. И псалмопеевец просит, доколе умилосердие над рабами твоими? Иначе говоря, он подчеркивает, что общение с Богом это дар незаслуженной милости, умилосердие над нами, умилосердие над рабами твоими. Мы не имеем права требовать у Бога общения. Мы его не заслуживаем. Но когда мы обращаемся к его милости, тогда Бог его являет. И как в 14 стихе интересно сказано, рано насыти нас милостью твоей, мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Братья и сестры, посмотрите, какой глубины общения жаждет Моисей для себя и для своего народа. Господь, пошли мне такое общение, которое меня преисполнило бы радости, веселья. Есть ли у нас такая потребность в такой глубине общения с Богом? Или мы так отговорили свое, отчитали свое, и с чистой совестью уходим без всякой глубокой радости в душе? А ведь мы можем рассчитывать на большее. Посмотрите, какое святое дерзновение в этом живом общении проявляет Моисей. Возвесели нас за дни, которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Моисей просит о компенсации. Он говорит, сорок лет мы жили под твоим гневом. Компенсируй нам эти утраты. Не знаю, просил ли он о сорокалетней радости наперед. Или он рассчитывал, что Бог компенсирует всегда с большими процентами, поэтому тут можно рассчитывать на весьма долговременную радость. Одно ясно, живое общение с Богом изобилует радостью, или должно изобиловать радостью. И далее, Моисей просит о том, чтобы Бог общался с ним и общался с народом не только по временам каких-то знаменательных праздников. Он желает большего, чтобы каждый день это общение ничем не нарушалось, чтобы Бог был не только Богом общения в праздниках, но и Богом общения в буднях. Посмотрите, да явится на рабах Твоих дело Твое, на сынах слава Твоя. То есть, пусть эта Божья милость придет в наши семьи, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешистой, нам, в деле рук наших с поспешистой. Иначе, говоря, Господи, даже когда мы будем трудиться, зарабатывая на хлеб насущный, когда мы дома будем что-то мастерить, пожалуйста, и тогда не оставляй нас, дай нам и тогда иметь общение с Тобою. Действительно, мудрое сердце, оно никогда не оставляет Бога за порогом своего дома. Спасибо, Господь, довел, сохранил, ну, теперь я уже как-нибудь. Нет, мудрое сердце посвящает Богу все уголки своей жизни и жаждет общаться с Ним всегда. Вопрос к нам, братья и сестры, таково ли сердце у нас? Можем ли мы себе сказать, что у нас уже достаточно мудрое сердце? Или, скорее всего, мы скажем, да, Господи, во многом мы имеем Твою благодать, мы верим в Тебя, что Ты творец всего, что Ты добрый Бог, всемогущий Бог, справедливый Бог. Да, мы убегаем от греха, мы понимаем, что это ужасная вещь. Да, мы хотим дорожить временем, да, мы хотим иметь глубокое общение с Тобою, но если даже у кого-то все это есть, вы все равно осознаете, Господь, это есть, но еще недостаточно. У Тебя есть намного больше, чем я прошу, или чем я помышляю, или что я себе представляю. И я думаю, что эта молитва, скорее всего, является молитвой всех нас. И у нас сейчас есть время попросить Господа о том, чтобы Он дал нам сердце мудрое. Аминь. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя, что мы вступили в этот Новый Год. Мы не знаем, что Он готовит нас, но мы уверены, что всеми событиями будешь управлять Ты. А с нашей стороны необходимо иметь мудрое сердце, сердце, которое способно понимать Тебя и Твою волю, сердце, которое руководствуется указаниями Твоего Слова и влиянием благодатного Духа Святого. И мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа, дай нам сердце мудрое. Господь, пусть никто не будет обделен этим великим даром, и пусть это мудрое сердце влечет нас к Тебе, к живому общению с Тобою. Пусть это мудрое сердце учит нас, как нам дорожить временем, и как проживать его для Твоей славы. Мы просим Тебя, пусть мудрое сердце устраняет нас от греха, от всякого заигрывания с ним. Мы просим Тебя, Господь, пусть развращенность этого мира будет далека от народа Твоего. О, великий Создатель наш, мы умоляем Тебя, дай нам понимать Тебя, Твой характер, дай нам уметь строить взаимоотношения с Тобою и дорожить всеми благами, которые Ты посылаешь нам. Пожалуйста, садитесь. Дети прославят Господа. Затем стихотворение Лидии Алексеевны и Сола Виктора.